Крупнейший водозаборный узел, снабжающий питьевой водой 80% жителей Щелково, расположен на улице Центральной. В этом году он вошел в программу реконструкции объектов водоснабжения по губернаторской программе «Чистая вода». Всего в ней 9 ВЗУ, общая стоимость работ почти миллиард рублей. Основной объем из бюджета Московской области при софинансировании муниципалитетов и собственных средств водоканала. Стоимость реконструкции и модернизации только этого ВЗУ номер 3 оценивается более чем в 130 миллионов. Из-за столь больших затрат работы придется разделить на два года. В июне выходим уже на конкурс, получим подрядчика. Надеемся, что основные работы по закупке оборудования будут выполнены уже в этом году. В следующем году будет все установлено и сдано в эксплуатацию. Станция обезжелезывания, то есть вода по качеству здесь достаточно хорошая, основная. Единственное, что нужно будет обезжелезывание. Мы понимаем, что надо на два этапа разделить. В этом году и в следующем году. Для того, чтобы сделать полный комплексный ремонт этого заборного узла, который обеспечит, конечно, другой уровень качественной воды. 82 дома в Щелковском районе вошли в этом году в губернаторскую программу капитального ремонта. Алексей Валов держит ее в выполнении на личном контроле. В доме по адресу Первомайская, 39, начались работы по замене систем отопления, холодного водоснабжения и канализации. Глава обещал через месяц проверить, довольны ли жители результатом. Порядка 100 километров дорог будет отремонтировано в этом году в Щелковском районе. Большей частью это объекты муниципальной дорожной сети, в меньшей степени региональной. В частности, большой объем работ запланирован в микрорайоне Чкаловский. Улицы Бахчеванджи, Стифановского, Жуковского, Гагарина, Ленина. Снимается старое дорожное покрытие и укладывается новый асфальт. Ремонтируются тротуары. Изменения видны невооруженным глазом, но Алексей Валов остался недоволен темпом работ, поставил дорожным службам задачу ускориться. Спустя неделю глава района вновь побывал на стройплощадках важнейших социальных объектов. На школе в микрорайоне Солнечный задействовано 30 человек. Работы ведутся без выходных. Забетонировали фундамент первой секции, армируется фундамент третьей секции. На следующей неделе бетонируем. И приступаем к разработке котлована четвертой секции. Есть небольшие сложности с выездом павильонов торговых точек. Они мешают нам для раскопки котлована четвертой секции. Идем пока с опережением графика. На строительстве пристройки на 275 мест к Медвежьей Озерской школе закончен нулевой цикл. Строители перешли к возведению стены перекрытий, прокладки наружных инженерных сетей. Напомним, на школу зашел новый субподрядчик, задача которого наверстать отставание от графика. Принимаем, перенимаем объемы от генподрядчика. Поэтому усиливаемся, надеемся, что планируем к сроку сдать объект. К сентябрю уже должны контур закрыть. Своевременное и качественное строительство школ повышает рейтинг Московской области в масштабах страны. А значит, в успехе заинтересованы не только власти Щелковского района, но и правительство региона и лично губернатор Андрей Воробьев. Везде подвижки идут. И по одной школе, и по школе в Солнечном микрорайоне, и в Медежьей Озерской сельском поселении. Заметные. Наш контроль, он дает такой действенный толчок в продвижении всех работ. По школе в Медежьей Озерском мы тормознулись. Я думаю, что сократим сроки отставания и выйдем на нормативные сроки строительства. Контроль будет постоянный. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.